Всем привет друзья, с вами Текила. Сегодня будет небольшое видео, в котором я очень хочу показать одну интересную хайповую технику для покраса, которая подойдет для большинства ваших кадров. Эту технику не так давно использовали большинство крутых фотографов за рубежом. До видео в русском сегменте это вроде как еще не дошло, поэтому я уже на низком старте, чтобы показать ее вам. И давайте сразу же начнем. Итак, логика очень простая. Для начала нам нужно убрать насыщенность всех оттенков, кроме скин тона, кроме телесных оттенков. Тем самым мы упрощаем жизнь мозгу, так как чем легче для нас воспринимается цветовая композиция, тем круче кадр нам кажется. А затем мы просто добавляем в тени синий и друзья, таким способом мы получаем очень крутую картинку. Все очень просто. Но очень важно понимать, что нужно сделать качественный, правильный контраст, так как контраст очень важная составляющая во всех цветокреакциях. Это нужно помнить. Окей, я уже закинул пример в DaVinci и первым делом нам нужно накрутить контраст. Добавляем новую ноду и пытаемся с помощью цветовых колец накрутить контраст. Я это делаю сейчас на свой вкус. Окей, примерно такой контраст у нас получился. В любом случае, в ближайшем будущем мы еще к нему вернемся. И дальше в новой ноде мы выбираем кривую Hue vs Saturation. Нам нужно кликнуть на красный маркер и убрать насыщенность всех оттенков, кроме телесных. Давайте попробуем это сделать. Двигаем почти в самый ноль. И по моему вкусу нужно добавить немножко насыщенности в телесных оттенках. Смотрим, что у нас уже получается до-после и по-моему очень-очень классный результат. Так, хочется еще немножко поработать с контрастом. Окей, примерно так. И далее опять же в новой ноде мы будем уже прорабатывать синий в тенях. В лок-кольцах, в кольце Shadow, то есть в тенях, попробуем накрутить красивый синий. И накручиваем красивый синий уже по своему вкусу. Окей, примерно так. И дальше в новой ноде. Вообще, вы можете делать это в одной ноде, но я привык делать это в разных нодах, чтобы мне было понятнее, как я реагирую на тот или иной эффект. Тут накручиваем кривую Luma vs Saturation. Ставим на черный маркер. Дальше убираем левый маркер в самый низ. Тем самым убираем насыщенность в самых тенях, потому что тени у нас должны быть нейтральными. Это тоже очень важно понимать. Окей, смотрим, как реагируют синие в тенях до-после. Смотрим до-после. Отлично. И также, друзья, добавим новую ноду и попробуем сделать виньетку, чтобы сфокусировать внимание на главным герою. Также очень просто выделяю маской тот объект, на котором я хочу сфокусировать внимание зрителя. Ставим пиктограммку «Инвертировать маску» и уже в цветовых кольцах пытаемся сделать немножко темнее. Обычно я регулирую именно гамму, то есть средняя тона. Смотрим до-после. Результат очень-очень крутой. Окей, друзья, как вы можете заметить, техника очень простая, но тем не менее очень эффективна для тех кадров, для которых не знаешь, какую цветокоррекцию подобрать. Но все-таки я бы посоветовал именно вот эту технику использовать больше для стрит-съемки. Для стрит-съемки эта техника подходит наилучшим образом. Сейчас мне еще очень хочется отрегулировать цвет кожи. Давайте попробуем это сделать. Тыкаю пипеткой на «Skin Tone» и пытаюсь отрегулировать кривую «Hue vs Hue». И правым глазом смотрю на вектороскоп. Окей, на мой взгляд получился очень благородный телесный оттенок. Смотрим до-после. И на самом деле, да, получилось намного круче. Именно это, друзья, и нужно понимать, что в цветокоррекции нет определенной формулы для крутого результата. Очень многие вещи подбираются случайно и на глаз. Это нужно понимать. Попробуем применить тот же показ на другой ракурс. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Grab Steel». И применяем это к другому ракурсу. Офигенно, мне очень нравится. И получился очень классный результат. Окей, двигаемся дальше и попробуем применить то же самое к другому кадру. Получилось немножко темновато, но это не проблема. Мы переходим в первую ноду и пытаемся сделать более-менее презентабельно. Я просто немного вытягиваю средние тона, тем самым регулирую контраст всего кадра. Пытаюсь отрегулировать тени. Наверное, еще немножко посветлее. Окей, до-после. Думаю, очень-очень крутой результат. Окей, двигаемся к следующему примеру. И этот кадр уже намного интереснее. Сейчас увидите почему. Давайте также по-быстрому нарулим контраст. Опять же, все делаю на глаз. У меня нет определенных задач сейчас. Опять же, в новой ноде переходим в кривую «Hue vs Saturation». Кликаем на красный маркер и убираем насыщенность всех оттенков, кроме телесных. Двигаемся почти в самый ноль. Смотрим до-после. И в новой ноде опять в лог кольцах в кольце «Shadow», то есть тени, наруливаем красивый синий. Опять же, все делаем на ваше усмотрение, на ваш вкус. Примерно как-то так. И далее, опять же, в новой ноде регулируем насыщенность в тенях. Опять же, переходим в «Luma vs Saturation» и убираем насыщенность в самых-самых тенях. Это тоже очень важный пункт, друзья, не забываем. И теперь хочу сказать, в чем интерес именно этого кадра. Если мы сейчас проанализируем данный кадр, то я думаю, что многим захочется поработать с курткой вот этой вот модели. Потому что сейчас она имеет бледный цвет, а хочется каких-то выразительных оттенков. Давайте попробуем это сделать. Создаем параллельную ноду. И эту параллельную ноду я подключаю к самому началу. Тем самым беру информацию от исходного материала. И в этой ноде давайте пройдемся инструментом «Qualifier» и выберем все оттенки желтого, чтобы хорошо масочкой пройтись по куртке. Регулирую ползунки так, как мне нужно. Я думаю, что это не составит труда для людей, которые работали в DaVinci Resolve. И теперь в цветовых кольцах надо накрутить красивый желтый. Это самая вкусная часть. Двигаю гамму, двигаю гейн. То есть средние и света. Немного разноплановый желтый. Смотрю также все на вкус. И давайте посмотрим до-после. Бам, друзья, насколько кадр преобразился и стал максимально крутым. Обязательно обращайте внимание на такие детали, потому что именно такие детали делают из вас крутого профессионала. Это очень круто. Также плюсом очень хочется поработать еще с оттенком кожи. Также выделим его квалифайером. Здесь мы пойдем простым путем. Не будем накручивать цветовые кольца, а просто немножко увеличим Color Boost, чтобы кожа у модели была более выразительная. Смотрим до-после. Это небольшая коррекция, но в совокупности она дает очень крутой результат. И, по-моему, очень-очень крутой результат. Окей, друзья, резюмируя. Если вы не знаете, как покрасить ваши кадры, то смело пробуйте эту технику. Она очень простая, но, как видно, очень эффективная. Но, повторюсь, больше применима именно для стрит-съемки. Окей, спасибо, что досмотрели это до конца. Ставьте ваш лайк, если это было вам полезно. И с вами был Текила. Скоро увидимся.